Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. В этом уроке мы с вами дали учимся говорить именно как носители языка. Смотрите другие, более продвинутые фразы. Давайте начнем кое-что вспомним. As you might guess. Можно перевести как «Как ты, возможно, догадываешься». As you might guess. Более продвинутая фраза «Как ты, возможно, уже догадался». Это правильно сказать. Как? В этом контексте будет именно as. Ты, возможно, используя might, получается as you might. Уже догадался. Прошедшее время. Смотрим конструкцию модальной глаголы в прошедшем времени. Might have и третья форма глагола. То есть получается as you might have already guessed. Переводится «Как ты, возможно, уже догадался». Теперь давайте скажем, используя данную конструкцию. Как ты, возможно, уже догадался, у меня много разных хобби. Как ты, возможно, уже догадался. Как ты, возможно, уже догадался, у меня много разных хобби. As you might have already guessed, I have many different hobbies. Хорошо. А как правильно сказать? Как ты, возможно, уже догадался, он очень опытен в этой области. Как ты, возможно, уже догадался. Как ты, возможно, уже догадался. Он очень опытен в этой области. As you might have already guessed, he is very experienced in this area. Next. I like it just because. У меня это нравится просто потому что. То есть не просто because, а just because. I like it just because. I like it just because. У меня это нравится просто потому, что я чувствую себя лучше, используя это. У меня это нравится просто потому, что я чувствую себя лучше, используя это. I like it just because I feel better using it. I like it just because I feel better using it. У меня это нравится просто потому, что я чувствую себя лучше, используя это. I like it just because I feel better using it. We have to admit that. Мы должны признать что. We have to admit that. We have to admit that. Скажем, мы должны признать, что люди воспринимают успех по-разному. Мы должны признать что. We have to admit that. Люди, people, воспринимают успех. Эта фраза, смотрите, воспринимать успех по-английски будет perceive success. Perceive success. Perceive success. Получается, that people perceive success по-разному differently. Мы должны признать, что люди воспринимают успех по-разному. We have to admit that people perceive success differently. The next expression is personally, I think that. Переводится как «Лично я считаю, что…» Personally, I think that. Скажем, «Лично я считаю, что качество этого образования оставляет желать лучшего». «Лично я считаю, что…» Personally, I think that… Качество этого образования… The quality of this education… Оставляет желать лучшего. Эта фраза «оставлять желать лучшего» будет «Live a lot to be desired». В таком случае используем данные фразы «Live a lot to be desired». Как вариант «Live much to be desired» or «Live a lot to be desired». Используем «Live a lot to be desired». Получается… Personally, I think that the quality of this education… Оставляет желать лучшего… …Lives a lot to be desired. Personally, I think that the quality of this education… …Lives a lot to be desired. Personally, I think that the quality of this education… …Lives a lot to be desired. «Лично я считаю, что качество этого образования…» Оставляет желать лучшего. Personally, I think that the quality of this education… …Lives a lot to be desired. Смотрите, конструкция «То, что происходит…» Если это настоящий момент, используя слово «happen», получается «What's happening is…» Если краткая форма, получается «What's happening is…» Если мы хотим использовать именно фразовый глагол, будет «What's going on is…» «What's going on is…» Смотрите, «То, что происходит…» Имеется то сейчас, возможно, варианты «What's happening is…» Или же более продвинутый вариант «What's going on is…» Скажем, используя конструкцию «What's going on is…» «То, что происходит, совершенно нелепо…» «То, что происходит…» Имеется то сейчас «What's going on…» «Из…» «Совершенно нелепо…» Или «абсурдно…» Эта фраза «совершенно» или «абсолютно…» «Absolutely…» Нелепо или «абсурдно» — слово «ridiculous…» «Ridiculous…» «Absolutely ridiculous…» «What's going on…» «Is…» «Absolutely ridiculous…» «What's going on…» «Is absolutely ridiculous…» «То, что происходит, совершенно нелепо…» «What's going on…» «Is absolutely ridiculous…» «What's going on…» «Is absolutely ridiculous…» Также переходите в наши социальные сети, где мы выкладываем дополнительные полезные материалы. Ссылки в описании. Другими словами, по-английски будет «in other words…» «Другими словами, у этого больше преимуществ, чем недостатков». «Другими словами, у этого…» «То есть это имеет…» «It has больше преимуществ, more advantages, чем недостатков, than disadvantages. «In other words, it has more advantages than disadvantages…» «In other words, it has more advantages than disadvantages…» «Другими словами, у этого больше преимуществ, чем недостатков…» «In other words, it has more advantages than disadvantages…» «Окей», можно перевести, как «хорошо, окей». Значит, скажем, используя слово «окей». «Хорошо, я буду краток». «Хорошо, окей…» «Я буду краток…» «Используя слово «short…» «Поучается, I'll be short». «Хорошо, я буду краток…» «Используя слово «short…» «Окей, I'll be short…» Скажем по-другому. «Хорошо, я постараюсь быть кратким». «Скажем, используя слово «brief…» Да хорошо, окей, я постараюсь быть, I'll try to be, кратким, brief. Окей, I'll try to be brief. Хорошо, я постараюсь быть кратким, окей, I'll try to be brief. Next, let me переводится как позволь мне, let me, let me. Позволь мне сказать тебе, что я думаю обо всем этом. Позволь мне сказать тебе, let me tell you, let me tell you, что я думаю, what I think, обо всем этом, about all this. Let me tell you, what I think about all this. Позволь мне сказать тебе, что я думаю обо всем этом. Let me tell you, what I think about all this. Позволь мне привести тебе пример. Позволь мне, let me, привести тебе, словно дать тебе, give you, пример. An example. Let me give you an example. Let me give you an example. Позволь мне привести тебе пример. Let me give you an example. Мы все видим, что... По-английски будет we all see that. Скажем, мы все видим, что все изменилось с появлением интернета. Мы все видим, что... We all see that. Все. Everything. Изменилось с появлением интернета. Мы здесь видим связь с настоящим. Right? There is a connection with the present here. Используем present perfect. Получается, that everything. Изменилось. Has changed. Has changed. С появлением... With the appearance of the internet. We all see that everything has changed with the appearance of the internet. We all see that everything has changed with the appearance of the internet. Мы все видим, что все изменилось с появлением интернета. We all see that everything has changed with the appearance of the internet. Next. It's easy to see that. Сословно переводится как «легко увидеть что», но часто переводят также «легко заметить что». It's easy to see that. В принципе, это аналог «it's easy to notice that». Мы можем сказать «it's easy to see that» or «it's easy to notice that». Давайте скажем. Легко заметить, что с изобретением интернета все изменилось. Используя конструкцию. It's easy to see that. Получается «it's easy to see that». Дословно мы говорим «все изменилось». На время здесь present perfect. Everything has changed. С изобретением. Изобретение по-английски будет invention. С изобретением with the invention интернета of the Internet. It's easy to see that everything has changed with the invention of the Internet. Получается «легко заметить», что с изобретением интернета все изменилось. It's easy to see that everything has changed with the invention of the Internet. Дословно переводится «как я вижу это». Но в принципе также часто переводят «на мой взгляд». Скажем, «на мой взгляд, то, что происходит сейчас, совершенно нелепо». Смотрите, «на мой взгляд», или дословно «как я вижу это», «as I see it», «то, что происходит сейчас», «was going on», «was going on», «is», «совершенно нелепо», «absolutely ridiculous». На мой взгляд, то, что происходит сейчас, совершенно нелепо. Далее смотрите, полезные фразы. It's some kind of – это своего рода. Скажем, «это своего рода отдых для меня». Это своего рода «it's some kind of» – отдых, a rest, для меня, for me. It's some kind of a rest for me. Это своего рода отдых для меня. It's some kind of a rest for me. Схожая конструкция «it's some sort of». Приводится также «это своего рода». «it's some sort of». Скажем, «используя данную конструкцию». «Это своего рода развлечение для нас». «Это своего рода». «It's some sort of» развлечение «entertainment». «It's some sort of entertainment» для нас, for us. «It's some sort of entertainment for us». «Это своего рода развлечение для нас». «It's some sort of entertainment for us». Хорошо. Как правильно сказать? «Это своего рода инвестиция в мое будущее». Используя конструкцию «sort», получается, «это своего рода». «It's some sort of» инвестиция «investment». «It's some sort of investment» – «мое будущее» – «in my future». «It's some sort of investment in my future». Также можем сказать, как вариант, «it's some kind of investment in my future». «It's some kind of investment in my future». Итак, это так верно. Смотрите. «Это своего рода инвестиция в мое будущее». «Sort», получается, «it's some sort of investment in my future». «It's some sort of investment in my future». «Лишь используя «kind» versus «kind». «It's some kind of investment in my future». «It's some kind of investment in my future». Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь прочный материал в приложении English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи. Бай-бай.